Лето в самом разгаре, а это значит, что на рынке наступает изобилие овощей и фруктов. Как это влияет на цены, узнавала Алла Горбатенко. На грядках уже вовсю зреют помидоры, и на прилавках все больше грунтовых, а не тепличных овощей. На рыночном языке это означает, что помидоры должны подешеветь. Итак, мы приехали на зеленый рынок, чтобы узнать цены. Идемте смотреть. Вот свежий ценник. 17 рублей на крупные томаты типа Микадо. Розовые, красные и желтые. Именно такие обычно выбирают на салаты. Неделю назад за эти помидоры просили не меньше 25, а то и больше. Жара, людей мало ходит. Продукции много, надо ее продавать. Вот такие черри, написанные из Кицкан, по 25. Ну, кстати, подешевели. А вот эти на веточках, вот смотрите, какие красивые. Я спросила, это тоже наши местные. Так вот, они по 35. Почему так дорого, спросила. Говорят, что их очень хорошо разбирают кафе и рестораны. Поэтому, ну, вот такая цена держится. На этом прилавке домашняя Микадо по 18. Выращена в Слободеи, говорит хозяйка. Это тепличная? Да, тепличная. Крыша сверху есть, чтобы дожди кислотные не было. А грунтовая есть? Грунтовой нет у нас. А тепличная уже заканчивается? Ну, первая посадка как бы заканчивается, да. Но люди скоро будут сажать даже и вторую посадку. Небольшая пулька по 12. Сразу видно помидоры с поля. Тепличная, как правило, размером один в один. Эти же разного калибра. И кожица неравномерно окрашена. Как ни странно, грунтовых помидоров на рынке сейчас не так уж и много. Хотя в прошлом году все прилавки в это время ломились. Не помогает ни капельный полив, ни сетки затеняющие, рассказывает Людмила. Из этой жиры она сгорела. Уже желтые, ты пропадаете, так что? Вы хотите сказать, что вот из грунта уже не будет помидоров? Может, у кого-то будет, у меня нет. Грунтовая была сегодня две коробки по 10 рублей, простая красная. Берут на сок томатный. А грунтовая будет еще вообще подешевле? Ну, дешевле 10 не будет. Погода какая. На почве было 70 градусов температура, поэтому горит все. Впрочем, спешить делать помидорные закатки пока не стоит, говорят, на рынке. Впереди еще одна волна урожая. Уже летней посадки. Если погода снова не подведет, осенних томатов будет больше. Чем сейчас можно наслаждаться, так это кукурузой. И цена приятная, самая высокая – 5 рублей за кочан. И вкус шикарный. В этом году царица полей особенно сладкая, потому что солнца много, говорит Григорий. У него на прилавке самая дешевая кукуруза – по 3, по 2 и по рублю. Это по рублю, это продается для рыбалки. Люди насаживают на курочок и ловят рыбу. И хорошо рыба ест кукурузу? Я думаю, что они не жалуются. Большой спрос сейчас на мраморную кукурузу. Она самая сладкая из всех сортов, что есть сейчас на прилавках. Даже знаменитый бандюэль ей уступает. А вот по цене не отличается. В среднем 4 рубля за кочан. За неделю резко подешевели арбузы почти в два раза. Сейчас продавцы просят 5 рублей за кило. Те, которые были выше 10, это вышел первый арбуз. Люди накрывали его, создавали условия, чтобы он вышел первый на рынок. Естественно, он дороже. А тут уже баловый сбор начинается. На рынке сейчас самое настоящее изобилие, когда на прилавках и овощи, и фрукты с ягодами – все местное и по доступным ценам. Самое время запасаться витаминами. Алла Горбатенко и Александр Крикелан, ТСВ.